вот так выглядит погода в владивостоке когда обещают яркую солнечную погоду и 25 градусов мы очень надеялись что на этой неделе такой хороший прогноз нам так все нравилось температура сейчас плохо видно но 20 градусов здравствуйте друзья меня зовут настя лосева вы на канале рецепт вкусной жизни я напомню вам что я живу в городе владивосток и погоды у нас в этом году но нет от слова совсем дожди льют вот сейчас я смотрю в окно которая вам показала усиливается дождик хотя передавали уже солнечную погоду я думала что мы с вами поедем на море муж поныряет что-нибудь какую нибудь рыбку поймает но не судьба я вообще удивляюсь как в этом году хоть что-то растет но вот надо было больше сажать капусты капуста в этом году хорошая я сажала брокколи и покажу вам как я ее готовлю обязательно но остальное все как есть как есть конечно томаты не такие вкусные как они были в прошлом году сегодня я вам хочу вас хочу познакомить с томатом лирика показать давайте мы его разрежем попробуем а в принципе даже в этом году он меня не подвел урожайность очень хорошие сажала я его для раннего урожая об этом я хочу вам в этом выпуске рассказать чтобы вы взяли его на заметку потому что как показала практика выращивая его второй год в прошлом году были благоприятные условия было очень у нас тепло он показал себя хорошо и в этом году когда вот льет дождь дневная температура не выше 20 градусов как я вам сказала ночная достаточно холодно у нас то есть даже до 15 градусов опускается ночная температура он тоже прекрасно плодоносит снимаем много много плодов с него ну что пошлите на кухню а вот здесь я купила вот такую пеларгонию классно она у меня еще в технических горшках буду выращивать плиту кашпо сейчас красивые и хочу вот в эти плетеные и посадить она как сказала женщина у которой я ее покупала она не для улицы потому что у нее огромные такие цветы и они конечно вот при нашей вот такой погоде они намокают размокая то есть это такая домашняя хочу ее тоже размножать обязательно вам буду рассказывать выпусках поэтому если пеларгонии интересуетесь подписывайтесь на канал будем вместе с вами ее размножать вот она такая красивенькая отцвела и сейчас закладывает новые бутоны так но мы с вами к помидорам так вот здесь у нас помидорчики так делается сок хочу замариновать помидорчики после того как сделаю вам обзор смотрите это огурцы солтис то урожай вчерашний еще вчерашний урожай вот столько кабачков что будем делать наверное оладушки ну и просто колечками пожарим так и огурцов много в принципе конечно растут но такие урожаи как были в прошлом году и так вот посмотрите это еще не все большую тарелку мы съели вот они лирика лирика вот такие они оранжевенькие красивые сейчас мы с вами взвесим разрежем и попробуем обязательно так выложила практически все здесь были вот эти помидорчики я хочу напомнить что у меня растет всего лишь три куста вот таких вот ну и я думаю что с каждого куста не думала я уже это все взвесила на сегодняшний день по 2 килограмма с каждого куста я собрала при том что эти помидоры у меня плодоносят с середины мая потому что мы сажали на ранний урожай и так они в принципе конечно есть помельче есть покрупнее есть более красные смотрите они прям с такими полосочками уже давайте взвесим я сейчас найду пачку и мы посмотрим с вами что производитель обещает но вот конечно вот вот так вот такая разница есть да так вот сейчас обнулим все с вами 0 ну вот 43 грамма это в принципе был большой 34 грамма ну вот такой разбег у них есть помельче вот платье весе 29 30 грамм именно из этих помидорок я делала вот это вот вот эти вяленые помидоры для песто и просто кушать очень вкусно получается но только надо брать их когда они менее такие спелые сейчас вам разрежу покажу что внутри так я помыла томатик один вот такая попка у них хотя я вот взяла не очень спелы давайте еще возьму такой прям очень-очень спелы оба разрежем ведь они немножко разные и посмотрим так вот так вот он выглядит вы знаете на камеру он не очень передает вот это вот часть более красная у него видите и сока не очень много то есть он не вытекает он такой густой внутри сок при этом помидор я скажу сразу будет вкусно давайте разрежем более найти вот так разрежем помидор будет вкусным видите прям красная серединка опять не передает но вот у меня в руке он более красный получается ну и попробовать без соли попробуем ножка вот здесь не не очень зеленая легко так вырезается все и можно вот так вот вялить рецепт вяленых томатов оставлю вам внизу под описанием и правом уголке ссылочку оставлю ну что пробуем друзья ну что я могу сказать по этим томатам они конечно на вкус мне очень нравятся но и согласитесь цвет у них такой яркий приятный можно и маринадик из них сделать не такие и и главное что они созревают целыми гроздями я вам сейчас покажу фотографию как они висят на ветке это очень красиво и можно собирать целыми ветками то есть дождаться когда редко полностью созреет и собрать их так ну давайте попробуем и вот такой более спелый вот такой красивенький он не менее спелый но тоже очень мягкий вот для реалиния вот этот вот сама то они на завялку очень хорошо и тут что пробуем он с помидорным вкусом очень вкусно но кислинки кислинки мало помидорный вкус чувствуется и чувствуется сладость вы знаете вот сладость она присущим многим томатам от агрофирмы партнер мы еще с вами будем делать обзор в этом году экспериментировала с томатом агаша тоже очень красивые плоды с такие с попочкой как сердечки кругленькие они но с попочкой такой красивым тоже с вами попробуем и вот сколько я не пробовала томатов таких вот они все с очень ярким томатным вкусом смотрите это же просто солнышки солнышки на нашей тарелке ой видите какая красота они очень вкусные ароматные даже когда выход начинаете разрезать уже чувствуется аромат я вам реально рекомендую посадить он не значит теперь что касается выращивание значит я сажала на ранний урожай села в конце февраля три растения лирика о нем потом говорим и три растения вот таких пламя это детерминатный томат я показывала на его основе как я формирую детерминатные томаты и с помощью вот такой формировки как я практикую этот томат у вас будет плодоносить все лето то есть до конца лета и осенью вы будете собирать вот такие вот плоды он завязывает их постоянно очень плодовидый томат как я сказала сегодня у нас конец июля мы уже собрали по два килограмма и да я думаю что под еще столько же мы соберемся 4 килограмма как минимум с одного куста а если будут благоприятные условия и он еще получше вырастет то конечно еще и больше мы соберем с него ну вот такая вот у нас такой у нас сегодня получился с вами обзор я реально вам действительно рекомендую посадить этот томат и вы всегда даже в неблагоприятных условиях вот такого лета как у нас в этом году будете с такими красивыми томатами ему хорошо и на салат и на мариновку и на как я сказала я ли не очень вкусный мясистый при этом красивый на тарелочке смотрится великолепно и самое главное что он очень очень вкусный и не требовательны к условиям выращивания пишите пожалуйста какие у вас открытия в этом году что вы новенького сажали что получилось что не получилось а самое главное делитесь новыми для вас ну и наверное для нас тоже интересными сортами гибридами томатов которые можно взять на вооружение и выращивать особенно в неблагоприятных условиях должна вас подписаться на канал чтобы не потерять его и нажать на колокольчик чтобы получать оповещение о новых видео и будет много интересных обзоров вот таких сортов гибридов разных овощей путешествий и всего всего самого интересного с приморского края города владивостока всем пока